Ну вот, короче, здравствуйте, я Александр Шадов, кандидат мемологических наук, доктор аниме наук, СПБГУ закончил, в общем-то, получил там кандидатские по всем аниме и манге, да, в общем-то. Ну и моё мнение по данной работе, которую я читал, работа называется Фрезия, ну, не для меня, как минимум не для меня. Слишком медленный темп повествования, очень много диалогов, что-то вот как-то ничего не удивляло меня из того, что происходило. Я, в принципе, представляю, что некоторым людям, которым нравится что-то такое, да, более такой приземлённый, более приземлённые жанры, так скажем, да, приземлённые в том плане, ближе к обыденности, вот так вот, да, вот им может зайти такое произведение на самом деле. Мне с трудом, мне очень трудно. Я, как говорится, знаете ли, здесь дело не в жестокости, она относительно жестокая манга, если что, там, изнасилование, убийство, там и руки отстреливают. Но это всё как-то, знаете, подаётся не очень удивительным образом. Ты всё это читаешь, и вроде бы это, знаете, как такая обыденность, ты как будто бы смотришь, читаешь не мангу с изнасилованиями и убийствами, ты как будто бы читаешь мангу про этого грязного свина, который не замечает девочку-зайку, или как там оно называется. Но вы понимаете, как будто бы какая-то обыденность. Ну, главный герой шиз, главный герой шиз, шизофреник, больной, абсолютно сумасшедший человек, отбитый, на голову, просто псих, псих, в дурке ему лежать надо, обладает способностью к маскировке. И там ещё челы со способностью к маскировке, они маскируются вокруг друг друга, кто кого перемаскирует непосредственно. Я не знаю, в манге это выглядит кринжово, может быть в аниме это выглядело бы пиздато, но в манге они прям просто, блять, как бы ходят там вокруг друг друга, сражение такое себе, а вне сражений пиздёж, 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 человек лев, блять, я сука хищник, я лев, я лев, блять, я лев, нахуй, я лев, а ты ебра, блять. Какой-то долбоёб, соответственно, какие-то бабы везде шлюховатые, все трахаются, ну это не недостаток на самом деле, ну типа, да, вначале может быть чуть-чуть так и удивляет момент, где, короче, девчонку шпилят на теле мамки, но потом как-то такого чё-то вот больше не особо предвидится, ну и они выполняют свою работу приставов, ходят, убивают, чё-то тут всех расстреливают, спасают, чё-то вот. Чё-то вот как-то и пока что не нарастает, вот ещё было в Человеке-Бензопиле, напоминаю. Ну начиналось всё очень спокойно, в Человеке-Бензопиле, может кто-то скажет, что нет, ну на самом деле довольно спокойное начало, да, оно сразу задаёт атмосферу негативную, очевидно. Но постепенно степень удивления возрастает, и это очень сильно неплохо, это очень сильно неплохо. Я не знаю, как дальше в этой манге, я замечу, что я прочитал всего 4 тома из 12, 4 из 12, то есть может быть там всё ещё и разгоняется и станет ещё намного лучше, это как вариант, это вполне возможно. Но всё же я сообщил нашему, в общем-то, заказчику, что мне довольно скучно читать, если он хочет меня дальше мучить, я, конечно, помучаюсь, если ему сильно очень надо, вообще без проблем. Но я как-то вот не зарядился данной мангой. Если Человек-Бензопила сначала меня кринжом заряжал, да, я этим кринжом зарядился и вот стебался много над произведениями, над персонажами, реально эмоционально заряжал. Потом удивил многими моментами интересными, интересными поворотами, очень приятно, да, вот Человек-Бензопила меня здесь так вот как-то вот немножко поворочил, покрутил, интересно. То здесь я просто читаю и мне просто скучно, я читаю, они разговаривают и мне очень скучно. Как будто бы я смотрю какой-то любой рандомный фильм, типа там Сплит, Бойцовский клуб и прочая скучная хуйня, которая мне на самом деле вот по природе не нравится. Я напоминаю, что я антифанат Бойцовского клуба, считаю, что поланик хуесос, книга говно и фильм говно, кстати, и фильмы книга говно, хоть они и культовые, и фильмы книга, прежде всего, и благодаря фильму, видимо. Но они говно, они неинтересные, они скучные, там псевдо-быдло-философия для малолетних дегенератов. Ну, вот там такое, здесь, кстати, есть тоже такие темы с личностями, хуичностями, вторичностями, короче, куча шизы, куча, наш главный герой шиз, он делает, что хочет. И главное, что они интересно делают, понимаете? То есть, мне очень сильно кажется, что вот то, что я прочитал, оно крайне невзрачно воспринималось. И меня это лично, ну, как бы, не знаю, меня прям загрузило. Я с утра такой сел, ну, что, манга, фрезия, сказали, будет жестко. Жестко будет. А читаю, а там как-то все, ну, типа, ну, типа, как-то, да, обычно. Более того, я обращу внимание на то, что рисовка крайне не оченьская. То есть, да, когда речь идет там о всяких расчленениях, когда тебе там руку отстреливают, есть момент, где герои руку отстрелят, вот этот кусочек руки полностью у него будет отсутствовать непосредственно. Все хуево нарисовано. То есть, почему человек-бензопила, почему фаерпанч крутые? Потому что они нарисованы хорошо. Если вы хотите показывать что-то, да, жестокость, вы хотите показывать жестокость. Надо рисовать хорошо для этого. Если вы хотите в сюжет, как, например, в One Punch Man, сюжет и юмор, юмористический сюжет по преимуществу, вы можете хоть там каракулями рисовать, как первый One Punch Man, собственно, и рисовался. Просто каракули такие. И все равно будет смешно, и произведение будет свою функцию выполнять. А здесь как-то оно что-то вот вообще никуда. И вроде бы вот эти вот бои с этими маскировками, это что-то относительно новенькое, да, но все равно очень скучно воспринимается, к сожалению. Я не буду говорить, что произведение заранее плохое. Лично мне показалось серовато. То есть, вот как бы я не могу сказать, что там было все плохо. С другой стороны, я не могу сказать, что я что-то хорошее пока что нашел. Ну вот. Ну ладно, друзья. Всего вам, ну как бы, недоброго. Вы сейчас будете смотреть не то, что недоброго вам, да, в смысле я хотел завершить, но мы не завершаем, потому что сейчас будет небольшой обзор со спойлерами. Если вы не любите спойлеры, пожалуйста, выключайте видео, уже самое время. А если любите спойлеры, вот поехали. Четыре главы я немножко посмотрю. Ну, я не очень их разбирал. Понимаете? Здесь не о чем рассказывать и нечего говорить. Я просто как бы читаю, 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 читаю. А поведать-то вам нечего. Вот в Чоке-бензопиле там каждый какой-то ход. О, что-то произошло. О, что-то случилось. О, что-то сотворилось. О, кто-то кого-то там выебал, кому-то руки отрубили, кого-то изнасиловали, кого-то разбомбили нахуй просто на куске. О, он собрался, ничего себе. И вот так вот повествование постепенно складывается. А здесь персонажи пиздят, 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 пиздят. Пиздят, 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 пиздят и пиздят. Причем пиздят плохо. То есть, если вы делаете произведение, в котором люди пиздят, пусть они хотя бы интересно пиздят. Чтобы ты такой, воу, как интересно они пиздят, да? Вот, посмотрите, да? Проблема не в том, что они пиздят. Проблема в том, что произведение построено на скучном пиздеже. Вот. Вот в этом основная проблема. Много пиздежа, который скучный, который неинтересно вообще читать. Почти вся эта манга, которую я пока что прочитал на данный момент, 4 тома, скучный, пиздеж, иногда прерываемый некоторыми действиями, некоторыми шизофреническими штуками, и там всяким сексом, изнасилованием и прочими вещами для, видимо, того, чтобы что-то развать. Видимо, какой-то очень взрослый, взрослый манга, да, взрослейшая. Для взрослых людей, которые не хотят потреблять интересный контент, и которые хотят просто, ну, типа, чтобы там это, ну, попиздели и потрахались, и там убивали, а? Ну, пока вот как-то так. Я уже начав с самого начала, ну, с первой главы, я бы уже это читать, честно говоря, не стал. Вот. Ну, кстати, к вопросу о том, что бы из того, что мне пока заказывали, я бы стал читать. Файр Панч, Файр Панч, Файр Панч прям вот с первых глав оправдывает полностью себя, и вообще, в принципе, первый том, он самый лучший, наверное, один из лучших Файр Панч, и он прям очень сильный и очень-очень респектовый, на мой взгляд. Ну, в Человеке Бензопилене наоборот, там постепенно возрастание идет, это тоже нормальная схема. Здесь я не вижу никакого постепенного возрастания пока, ну, может быть, потом начнут происходить удивительные события, не исключено, да? Ну, что-то я вот уже, я не знаю, как-то вот, тяжело. Четыре тома осилил и такой... Эх, 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 хотелось бы, да, что-то поживее. Ну, ладно. В общем, впереди спойлеры, смотрите. Ну, что, друзья, здравствуйте. Мы сегодня считаем мангу Фрезию, будем ее обозревать, будем узнавать, что там да как. В общем-то, в общем-то, вот. На этот раз мы смотрим не со скачанных файлов, как это обычно было, а на сайте, поэтому, честно говоря, я хэзэ. Сейчас посмотрим, как оно будет. Наверное, разделение на главы будет проведено не так четко, как обычно, но мы узнаем, посмотрим, в общем-то. Сейчас вообще не подозреваю, что меня впереди ждет. Вот, ребятки куда-то там бегут. А, это насильники за девушкой, короче, бегут, ну, вы понимаете. Девушку повалили, грудь ее оголили. И вот, он показался мне скучным человеком неожиданно. Вот она. Ну, на мой взгляд, рисовка немножко монотонно насыщенная. Вот тот черный какой-то челик вообще полностью. Он вообще какой-то перенагруженный черным. Вот эти волосы. Вроде неплохо нарисованы, конечно, но вот... Вот немножко перенасыщенно черным, на мой взгляд. Так тяжеловато немножко читается. Ну, произведение с Шизом, как видите. Шиз разговаривает сам с собой, никто не видит, с кем он разговаривает. Вот такая вот тема. Вот так вот круто. Там, короче, какая-то порнушка была. С мамулькой вместе, неожиданно. Ну, типа такое бывает. Бывает всякое. Порнушку показать не могу. У главного героя имеется дар, он может избегать опасности. И поэтому он пиздит гопников на улице. Вот это я понимаю. Ну, рисовка немножко подбешивает все-таки, честно говоря. Она вроде бы и неплохая, но вроде бы и тяжело воспринимается. Вот, короче, с Тянкой познакомился. Тянка, ему, короче, выдали оружие. Он про оружие там выясняет. Все дела, короче. И тут Тянка, явно Тянка такая вот, знаете. Ну, все Тянки злодейки, понимаете. Все Тянки злодейки. Явно, вот вообще видишь Тянку, думаешь, что она супер зла, зла, зло, конечно. Как всегда. Обычная ситуация. О, Господи, наш герой был приписан к лагерю А. Это был тренировочный лагерь, в котором обучали убийц, запитая шпионов. И самое страшное, партизан. Да. А, я, кажется, перепутал. Вот не главный герой, там, шпилил деваху на своей мамке. Не-не-не-не, я перепутал. Просто, блядь, опять же, рисовка хуевая. Я иногда не понимаю, кто где находится. Прошу прощения. Персонажи тупо похожи местами. А главный герой, кажется, это Куколд. Я тут, вот, вот, идея, да, возникает. Зачем вы читаете мангу? Зачем вы заказываете мангу про Куколдов, ребят? Что такое? А тут есть половые акты, которые нормальные. Почему здесь везде секс, и он какой-то странный? О, мой дружище, мне надо купить новый Dragon Quest 14. Это я, блядь, бегу. Это явно бегу я. Эй, чувак, вышел Dragon Quest 14. Давай купим, давай. Ну, типа, есть приставы, чтобы вы понимали. Есть приставы. Охуенные приставы просто тетку сразу ебнули просто. Бам, блядь, в голову. Ворвались в дом. Обезвредили мужика и пристрелили, блядь, бабу. Охуеть, приставы 10 из 10. Ну, как я понял, типа, японский судья Дред. Чуваки вершат правосудие самостоятельно. Они, типа, приставы. И вот чел совершил преступление. И вот они, главный герой, появляются. Убивают, блядь, его тёлку. И, блядь, ух, нахуй, ух. А, тёлку не убили, её просто ебанули. Нормально так ударили. Бывает. Ну, короче, тут этот полицейский, вот этот пристав. Он дулбоёб какой-то тоже, садист. Хищником себя постоянно называет. Вообще низкосортный какой-то дулбоёб. И хочет издеваться над своей добычей 5 минут. Ну, много. Ну, тётка, короче, встала, проткнула ножом этого мужика злого. Он такой, ой, это же моя кровь, какой ужас. Ну, а чувак избежал которого. Они хотели поймать. Вот так вот. Бля, главный герой, который очкарик и руку отстрелил. Главный герой просто гений. Он стоит напротив чувака с пистолетом и говорит, ты потерял много крови, тебе в меня не попасть. Ты неплохо обращаешься с пистолетом, тебе по мне не попасть. Чел, блядь, а если он случайно попадёт? А если повезёт неожиданно? Что будет дальше? Он же тебя подстрелит, ты умрёшь. Чё за дичь? Короче, главный герой очень круто убивает своего этого... Вот этого жертву своего. И типа, ууу, там вороны появились. Там, ууу, блин, ууу, вороны. И все дела. Чё-то вот долбоёб в героя выстрелил неожиданно. Неожиданно ему в глазище прям попал. Вот как-то вот так вот. Как-то вот бам, и в глаз что-то вот этот вот, который псих, который, помните, тот мент, который дурак, мудак, короче. Вот он выстрел в глаз героя. Сейчас посмотрим, что дальше будет. А, не, он из пальца. Всё нормально. Всё хорошо, это выстрел из пальца. И вот ракета прилетела в аналитический центр. Что же будет дальше? И вот тётка привела его на место, где её там вначале изнасиловали. Это же её вроде насиловали. Вот на этом поле там вот что-то было. И он её не помнит, и она его не помнит. И она говорит, сейчас вспомнишь. Видимо, он её спас тогда, наверное. Не, кажется, он нихуя не помог. Она просто помнит, что её там вчетвером изнасиловали, а чел просто стоял на стрёме и ничего. И она его поэтому на работу взяла. Типа, да, логика моё почти. И она его выбрала, потому что он такой же, как и она. Тут ребятки на свидание были, и вдруг девчонку, короче, подстрелили. Симпатичная девчонка была, симпатичная. Хорошая, красивая, молодая, ааа, сдохла. Причём его бил какой-то пристав рандомный. Типа, вот так вот. Ну, честно, если пока очень скучно. Пока прям очень скучно какая-то такая. Ну, тут везде ебля, типа, все дела, жестокость, там, убийство. Но как-то это всё довольно нейтрально воспринимается. Как-то всё похеру, как-то всё скучно. Диалоги, диалоги, диалоги. Как будто бы какой-нибудь ранабэ читаешь, и нарисовано всё, так всё, честно говоря. Изнасилование, там, тяжёлое детство, все дела. Причём, ну, типа, ну, изнасиловали, изнасиловали. Бывает, ну, вы понимаете. Пока я чё-то не очень воодушевлён, так скажем. Да, то есть жестокость. Жестокость такая, что, ну, не очень прикольно. Вот, например, в какой-нибудь там Доруа Хидору, там прикольная жестокость. Там забавно. Здесь нихуя не забавно и не страшно. И вообще, по-ручу, пока что, ну, тупо, тупо как-то никак. Как-то достаточно спокойно, так вот как-то, ну, что-то убили кого-то, здесь кого-то убили, там кого-то убили. Может, в манге это не так круто воспринимается, как воспринималось бы на экране, кстати. Да, вот там милая девочка что-то беседует, там... Да, может быть, это на экране лучше бы воспринималось. В манге как-то оно что-то вот, что-то вот спокойненько сильно. Вообще, надо смотреть дальше. Всякое может быть, может под конец опять начнётся какой-то невероятный поварёт. Невероятный поварёт, который всё изменит вокруг. Может быть. Вот тут рассказали про великого призрака, короче. Тоже вот его невозможно победить, это призрак. Призрак это типа призрак, челик на самом деле. На самом деле он челик, но он призрак. Он живой, но он призрак, понимаете. Ну и наш главный герой, видимо, подходит для того, чтобы разделаться с призраком. Ну вы поняли, он типа крутой, наш герой, и призрак крутой. Ох, сейчас начнётся. А вот и он, призрак. Призрак использует ножик. Пистолет и отстой, а он исчезает в толпе. Этот призрак, такой призрак же. Ну короче, герой сражается с этим призраком. Блядь. 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 Ну вы видели, да, блядь? Ну и похуй, блядь. Просто похуй. Это рисунки. Это эстетика, блядь. Это эстетика нахуй. Какая скучная хуйня пока. Я читаю, я прочитал две главы. Это как неебически, блядь, скучно. Их ебаные диалоги. Они все, блядь, такие унылые. Ещё ебля, блядь, на каждом шагу. Я охуеваю просто. Скукота. Боже мой, вот он, призрак. С ножом напал на героя. Вот это да. Вот он напал. Вот это нападение. Нападение произошло. Напали на героя. И на героя напали. Смотрите, герой такой. Ух, блядь. И заметил призрака. Никто призрака больше не замечает. Только наш герой. Потому что он очень замечабельный, если что. Он замечает. Прям берёт и замечает. Да, он замечает. Замечабельный человек. Призрак со спины подходит и говорит. Эй, я здесь. Эй, я здесь. А герой поворачивается и стреляет. Потому что он не здесь. Сквозь него прошли пули. А, а, у. Вот это сражение. Вот это сражение. Вот это сражение. Вот это да. Нихуя себе как круто. Какая-то хуйня происходит. У, блядь. Как-то он тоже уворачивается. Они, блядь, исчезают. Они оба, наверное, призраки. Они оба призраки, блядь. Они оба призраки. Пиздец. Полная хуйня. Честно говоря, заебался. В кино, может быть, это выглядело бы куда лучше. Серьёзно. В кино, в аниме, где-нибудь. Где бы это было представлено в динамике. Без динамики это очень скучно, честно говоря. И визуально скучно. И содержательно скучно. Текста нормального вообще почти нет. Там еблю обсуждают. Там хуйню какую-то ещё. То есть чисто текстово здесь контента очень мало. Хорошего. По картинкам, ну тоже рисовка типа такая себе. Дед что-то там ножом машет. Ну типа какие-то они призраки уворачиваются. Чуть-чуть интересно, но совсем чуть-чуть. Хотелось бы поинтереснее. Но я нихуя не понимаю по картинкам. Они что-то, блядь, телепортируются, блядь. Уходят. Челу руку то ли отстрелили, то ли, блядь, нихуя не отстрелили. А уже, блядь, ничего, блядь, непонятно нахуй. Блядь, призраки, блядь, духи, видения, блядь, какие-то. Ещё какая-то хуета. Я нихуя не понимаю. То есть, ну блин, в аниме это смотрелось бы как-то хотя бы в динамике более-менее понятно. Я просто здесь вот смотрю, и чё, блядь, вообще происходит? В плохом смысле. Иногда это бывает в хорошем, да, типа, вау, ничего себе, что это здесь происходит? Как интересно. А тут это... Чего? Чё? Так, куда? Когда? Ничего не понятно. Чё-то они там прыгают, бегают там. У, блядь, руку отстрелили, не отстрелили. Чего вообще? Ну и в итоге призрак сказал, что за всем стоит Хигучи, блядь. Хигучи! Вот эта тётка, которую изнасиловали вначале, ну вы помните. А теперь дед не чувствует нашего героя, смотрите. Странно, я его совсем не чувствую. И сейчас, короче, деда ёбнут. Ха. Дед вообще в шоке, ничего не понимает, ничего не может сделать. Слабак. Блядь, они как-то таинственно камуфлируются, блядь. Чё вообще? Куда-то рядом там ходят такие. У, блядь, друг друга не замечают. Какая хуйня, блядь. Какая хуйня? Я нихуя не понимаю, блядь. Я нихуя не понимаю, что здесь происходит. Нихуя не понимаю, блядь. Вот эти все вот это вот... Зебра, блядь, не зебра. Хуета вот это вот хищники, блядь. Хуищники. Просто пиздец, блядь. Чё происходит, простите. Но нет, призрак его заметил. Короче, подстрелил он деда, а дед такой... Есть что-то странное в твоём восприятии, что делает твою маскировку такой идеальной. Аааа. Вот она так и умирает. Кхе-кхе-кхе. Кхе-кхе-кхе. Кхе-кхе-кхе-кхе. Женщина. Кхе-кхе-кхе. Умирает дед, короче. Они всё про эту бабу говорят. Кринж. Ну, короче, деда ещё раз пострелили, всё нормально. Дед, умри. А вот и глава номер три. Продолжаем. Ну вот, теперь этот чел начинает охоту на нашего ГГ. Или не начинает. Короче, лысый его сейчас, возможно, пристрелит. Ну, конечно, нет. Не, Ямада всё прекратила. Ямада, короче, что вы тут делаете? Чёл такой, ну, типа, лол. Ну всё, понял. Главный герой, короче, просто шизанутый чел. У него, блядь, галлюцинации везде постоянно. У него, блядь, личности, кажется, меняются. И вообще он ёбнутый. Понял? Окей, хорошо. Ну, герой ебанутый. Ему видение видится. И вообще как-то его кроет чё-то вообще дикое как-то. Ваще, да, типа... Ну, мне пока очень трудно рассуждать о манге. Просто потому, что она вроде неплохая, вроде и нехорошая. Кринжа не происходит. Чё-то крутого тоже не происходит. Ничего пока не происходит. Они что-то ходят, говорят, тайны всякие мутят. Вот тайны, 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 тайны. Ты такая таинственная. Ты знала, что я взял пистолет, но я не взял пистолет. А я шиз, а мне ещё везде видится этот призрак, которого я убил. Или не видится, я уже даже, блядь, не знаю. Я сейчас нападаю на всех. Они, блядь, призраки ебаные, блядь. Приблизительно такая вот пока что манга. Достаточно спокойная и непроисходящая, да, недейственная какая-то штука, честно говоря. И это уже третий том, как бы. Челику вместо руки вставили ещё четверть руки. В общем, он устраивает домашние расправы, пиздит свою мать, девушку и вообще ебанутый. Мамка обвиняет его в том, что это он убил отца. А я почти уверен, что он это и сделал. Да, действительно. Воу-воу-воу, мы стремительно летим и вылетаем в четвертый том. Я думаю, обзор будет довольно коротким. Я, конечно, читаю, мучаюсь, мне очень тяжело эту, ну, дятину читать просто про шиза какого-то рандомного. Ну, дятина про рандомного шиза очень, как бы, мне тяжело, я стараюсь, я работаю, да, но комментариев много. Нет уж тут нечего комментировать. Неплохо, нехорошо, ну, типа, среднячок. Без минимум кринжа, минимум адеквата, минимум что-то такого типа вау-вау-вау. Минимум что-то удивительного сидишь и читаешь просто. Ну, типа, они там убивают дальше, чё, и выполняют свою работу, классика. Ну, короче, там, девочку спасли уже дважды, там, все дела. Я не знаю просто, о чём здесь рассказывать, здесь рассказывать не о чем, действия довольно невзрачные. Рисовка довольно хуёвая, порнушка иногда встречается, её я показывать вам не могу. Это единственное, что я могу вам здесь показать интересного, это порнушка разная. Но порнушку вам показывать я не могу, соответственно. Сорян, без порнушки сегодня сидим, без порнушки. Ну, вот как-то так. Шизгерой, кстати, пока что где-то вот на задних фрагментах чё-то вот как-то шизит чуть-чуть, но совсем чуть-чуть. Ну и вот я записал до пятой главы. И это, честно говоря, блин, жесть. Скука смертная, честно говоря. Я не знаю, я не знаю. Скука смертная. Продолжение следует...